так дорогие друзья ну что nissan кашкай после черри тига это какой-то отстой мы сейчас ехали 10 минут без музыки потому что я что у меня такое не так телефон взяла я не могла включить эту музыку потому что черри тига черри тига сенсорное все было тут кнопки я даже их не заметила я еле включила кондиционер оказывается тут вот надо нажимать раз нажимать и вот тут тоже крутить это так странно то есть уже кажется что это какое-то дополнительное движение а в черри тига было все тинь-тинь-тинь-тинь сенсорно дострагиваешься и красивые картинки тут картинок нет тут все как раньше то есть как же быстро привыкаешь к хорошему я в шоке nissan кашкай на котором я никогда в жизни не ездила для меня это безумно дорогая тачка и после черри тига которая мне попадалась несколько раз подряд по каршерингу тут уже кажется блин полный отстой вот эта ручка очень туго двигается не знаю это особенность конкретно этого автомобиля или этой модели здесь тоже все такое в общем довольно дерибасовская тут туго открывающийся подлокотник зажрались в общем очень долго выясняли как нам доехать цена на каршеринг также как и на такси постоянно скакала 7 утра я мониторила цену мне нужно доехать было испарголовы на ландское шоссе вот мы видим ландское шоссе указатель осталось 30 половиной километра на такси 900 рублей сейчас видим это из-за дождя утром было 500 рублей на такси утром было 400 рублей а каршеринг утром стоил 170 поэтому я решила ясно мы едем на каршеринге но когда стало время настало время выходить в 10 утра каршеринг уже стоит 420 рублей вот так вот на электричке тоже туда можно на электричка сейчас утром идет один раз в час значит 8 в 9 в 10 и в 11 так как мне надо было забрать двух детей то это слишком большой диапазон нам бы надо почаще и под дождем нам пришлось бы ждать автобусы потом еще ждать электричку на платформе ну как бы под дождем совсем некомфортно вот короче из нашего парга можно выехать только на машине желательно на своей так точно дешевле но каршеринг мне тоже нравится потому что я не забочусь об автомобиле я только забочусь о своей конкретной поездки чтобы все прошло чисто гладко аккуратно без дтп с бензином и так далее фотографирую все микро царапинки мне кажется я делаю фото больше чем все остальные например указано что они знают про проблемы и фотография одной трещинки а я им даю еще 5-6 трещинок выдаю не знаю конечно может я кого-то подставляю но мне не хочется брать на себя все эти царапины и трещинки не знаю как надо вести себя в такой ситуации я все фотографирую что вижу и на стеклах и так далее вот мы видим теперь повсюду эти машинки зелеными пометочками это тоже city drive 3 он считает что я слишком близко приблизилась к другому автомобилю вот это да мне не слишком близко я не знаю где ок да я бы с радостью нажала ок но я не знаю где ок еще вот тут упакован весь руль о окура ура средняя скорость моя составляла 33 километра есть машинки выше нас но в основном все ниже нас я помню в кабинете делали осматривали вес плавляя рост измеряли вес измеряли ты запомнила свой вес циферки когда ты встала на весы помнишь 19 килограмм уже века почти 20 но это маленькие цифры 19 а рост запомнила рост запомнила 113 а почему ты ничего не запомнила вот это интересно ну смотри откуда она взялась очень странно по расписанию сейчас три часа перерыв не знаю это какая-то электричка без остановки было короче из подноса у нас угнали нашу машину пока мы делали вторую манту я скин тест и и здесь я не знаю никакого транспорта но это в город идет в расписание электричек это в город это на финляндский вокзал расписание электричек 3 часа перерыв сейчас давайте в него сядем а лампа точно мокрая ну в общем сейчас придется выйти в трамвае повсюду капает с крыши короче когда-нибудь то он откроет дверь и мы выйдем короче когда-нибудь то он откроет дверь и мы выйдем так о боже вообще нам туда но видимо трамвай этого не знает но он и повернул направо наверное трамвай наставить чтоб мы пошли в евразию чего трамвай наставить чтоб мы пошли в евразию но это взрослый ресторан там нельзя на ушах стоять не знаю а там есть детская когда я туда ходила мне не нужна была детская а она там есть не знаю я не смотрела но в ДД пицце она точно есть в ДД пицце придется есть пиццу я не хочу есть пиццу ну что у нас какая-то новая машинка мы нашли ее в каком-то дворе как бедные бежали сюда бокрые вообще ужасно мы выглядим короче еле добежали Вика плакала сейчас покажу машину в две минуты эти две минуты я посвящаю вам я стою под дождем и снимаю для вас сити драйв сити драйв ты не хочешь мне заплатить за рекламу я тут уже полторы недели вообще все уши всем прожужжала пользуйтесь сити драйвом только молодежи например недоступны такие тачки если у вас небольшой стаж и вам не много лет то вам не дадут не ну по-моему вам дадут если много лет и маленький стаж тоже не дадут так что старушки это для нас девочки смотрите какие тачечки короче мы пошли вот в те продукты сейчас там мне нахамила продавщица я хотела купить творог там написано мы зашли на вывеску продукты там творог сметана бла бла там ничего нет это обычный 24 часа забегаловка я ей говорю а это 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 она мне как стала хамить что ей что ничего этого давно нет что магазину 12 лет что вывеска висит никто не покупает короче она мне взвесила капусту я сказал ничего не надо и ушла все мы наверное уже от голода сошли с ума и от нервов и дети орали купи 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 я ничего не купила короче все мы в тепле радуйтесь никто ничему не радуется 460 рублей сейчас будет поездка стоить представляете а смотрите он мне показывает что я не пристегнута как сделать потише музыку у тебя есть идеи дань а теперь я ее выключила не знаю как короче это все ерунда я паркинг не могла снять сейчас минуты две пишет разблокируйте слишком навороченная то что мне нравится ради этого стоит жить зарядка любого телефона без провода и вот надо было нажать вот сюда и только потом поверните налево затем поверните налево не знаю как ребята музыку включу ну что с вами была Джелли Кулрэй первый раз я не очень довольна поездкой наверное потому что я очень голодная уставшая короче вот я не смогла начать движение пока не я уже завершила сейчас пока не позвонила в поддержку представляете в чем прикол в том что на ручке есть кнопка паркинг нажимаешь поехать и кнопку паркинг нажимаешь и никуда машина не едет и оказалось что на этой ручке еще спрятана впереди дополнительная кнопка под названием unlock но на ней написано совсем другое название я бы он просил нажать unlock и в результате дерущиеся дети на заднем сидении вообще не помогали сосредоточиться я позвонила в поддержку смешно сейчас там поставят отметку тупая не может начать движение утром у меня была прическа если что мы уставшие мы уставшие дико голодные кто не завтракал гречкой с молоком а только молоко вылокал сейчас я хотела искренне притормозить у макдональдс у кфс у кио и мы не можем по фиксу нигде притормаживать по фиксу по фиксу мы можем только ехать до назначенного места а сейчас дождь так да ну что проголодались не знаю чем вас кормить я уже так фантазировала как мы будем винегретик в кафе кушать ого что-то происходит вот она крошечка видишь вот прям вот вот она вот прям на спине написано сити драйв тёме хвастаюсь крутая джели кулрэй узнай что за тачка не знаю что это но там всё в это время лента принесла нам хлеб за пятьдесят шесть рублей для тех кто думает что доставка это дико дорого салфетки за двадцать четыре кажется рубля сама не верю что говорю ну по-моему так и было или вот это двадцать четыре картошинку пятьдесят рублей за сколько вчера я чистила картошку хочу это повторить пятьсот грамм за девяносто рублей за килограмм молодой хороший картофель абрикосы девяносто семь рублей за двести сорок грамм по двести тридцать рублей за килограмм ну по-моему розовые красные хорошие этот вы выкидываете и такую же мы и купили ес заказ в ленте я сделала пока сидели в туб диспансере и привезли как там и было написано через сорок минут пакеты мы в ярости разорвали потому что мы хотели с Данечкой достать хлеб очень сильно да потому что Даня очень голодный кто не завтракал я Даня не завтракал я хочу есть ничего с собой не было у нас а я ем отдельно а я не могу с ними есть короче у меня проблемы с зубами большие у меня до сих пор временная пломба мне ее поставили на две недели нерв не умер у меня снова временная пломба я не могу там жевать тут у меня выпадает что-то искусственное забыла название не отличаю коронку имплант вот что-нибудь такое тоже боюсь дети шалят ругаться кушать и выпадают зубы не очень прикольно короче я что хотела вам сказать что я третий раз сегодня ем гречу я очень сильно потолстела вы видите только мое лицо и слава богу у меня вот такой живот как на каком-нибудь хорошем там шестом месяце потому что я стала кушать когда сыта не для кушать когда сыта мы кушали в ресторанах все время в машине что-то возим с собой таскаем чай даже не знаю что короче я точно все время сейчас сыта я ложусь сыта просыпаюсь сыта просыпаюсь сыта все равно кушаю бутерброд чтобы съесть таблетку я все время сыта сегодня я кушаю третий раз гречку сейчас я точно голодная и буду дальше есть гречку и надо обратно на мою диету которая была всю жизнь я всегда ела гречку а сейчас я не ела гречку девочки уже недели три не ела гречку свою обычную еду я не ела вот все какие-то навороты навороты вот и да наворачивались реально у меня брюхо я не знаю хотела показать на селфи это очень некрасивая брюхо хорошо что нету лета и не нужно идти загорать поэтому вот точно я стала пить регулярно на ночь эту таблетку амепразол раньше я ее не пила и как только я чуть-чуть переедала мне плохо а теперь я ее пью каждый вечер у меня лучше и лучше с пищеварением и поэтому мой организм стал требовать больше порций чаще кушать и не болит ничего вот раньше был сигнал что болит не надо кушать а теперь не болит и кушаю и кушаю палка о двух концах а че хорошо бы палка была о двух концах вовремя выключить камеру блогеры знают короче мы с Даней идем в автобусе к МФЦ Дань так нельзя делать о господи дай бог терпения в общем с некоторых пор у нас Тема не сидит с Даней больше Вика легла спать поэтому Даню я забрала с собой идем мы в автобусе к МФЦ который спрятался во дворах я записана на два времени на себя и на Тему мне дали ну распечатанный бланк доверенности как бы раньше она называлась рукописная бланк доверенности и мы с Темой я точнее ее заполнила полностью Тема поставил подпись и попытался написать фамилию и имя отчество вы знаете некоторые из вас знают что я педагог уже полтора месяца не работаю уже я забыла что я педагог так вот у меня очень и очень неправильное отношение к почерку и к письму чтоб вы знали никому не рассказывайте посмотрим мы там будем долго надеюсь меня не слышат дошкольники и не слышат школьники но я постараюсь сказать так чтобы они не поняли хочу вам сказать что достаточно много времени ушло на то чтобы Тема поставил подпись и написал фамилию и имя отчество как бы вам так сказать чтоб вы все поняли и это ни капельки не мешает ему в современном мире зарабатывать деньги Тема не умеет писать 10 лет была убита на бесконечную нервотрепку в школе чтоб он научился писать все мои попытки договориться с директорами учителями мы поменяли тогда вроде 2 школы или 3 везде требовали чтобы он учился писать поскольку что у нас пальчики связанные с мозгом развитие мелкой моторики напрямую связано с мозгом поэтому очень важно чтобы человек писал даже если он объективно не может писать и везде ему снижали оценки за почерк и я или что там писал он писал писал несколько часов вот зачем все закрыли тему вы поняли мое отношение к вопросу почерк и письма помните также что Тема сейчас нас полностью сейчас кормит абсолютно полностью так иди рядом со мной а анечка кстати не имеет достаточной тяги к каким-либо письменным работам это касается как рисование всем чем угодно мелками сейчас обольет его красками карандашами ничего он этого делать не любит и не знаю что будет дальше с моим этим отношением учителя взводят хочу вам отчитаться что после этих машинок на которых я ездила сейчас сегодня ровно 10 дней как я использую каршеринг вот эти навороченные тачки у меня не болят ноги вот я сейчас нормально нет они болят не болят это в смысле я могу идти они болят на 1-2 балла из 10 но это ерунда а если проехаться вы пишете что вы тоже хотите каршеринг права получить чередовать с общественным транспортом но хочу сказать что если это будет дешевая машина типа лада гранта типа рено символ даже была у меня с гидроусилителем оказывается гидроусилители тоже разные бывают а гидроусилители которые на этих машинах установлены это просто ты мизинцем водишь машину а гидроусилитель стой ты чего переходи гидроусилитель который да что ж ты делаешь то господи Даня ты чего ты не видишь людей почему ты едешь поперек ядроусилители которые стоят на наших обыкновенных автомобилях они совсем не такие рукам больно но я не знаю я не знаю что мне это я гидроу вы я Но внутри частично дозревшие. Так себе, не мягкие. Но можно выковырить. Ложечкой ем вот так. Авокадо у нас с Тёмой напополам. Купила в ларьке. Ларьки хотят сносить, а зря. Вот натуральное сало купила. Хорошее. Самое дешёвое. Хлеб с салом. Второй кусок хлеб с авокадо. Это у нас с Тёмой. И по печенюшке у нас с Тёмой. Какая-то необычная печенюшка. Говорят, божественная. Божественная. Интересная. Банановая. Я не знаю, дойду я до неё или нет. Чая у меня нет. У Данечки были абрикосы. А что ты ещё ел, не поняла? Ничего не ел. Просто хлеб, что ли? Ну, поскольку он не ест авокадо, сало. А, печенюшку ел. Тебе мало, да? Голодный. Ну и Вике тогда доставай. Не, ладно, ей не надо. Она авокадо покушала. Я попозже. А как у вас получилось, что эти все салфетки мокрые стали? Я не понимаю. Да, сюда. Я что-то положила сюда. Там не обрисовывается. Давай, подожди. Не садись. Это всё выкинуть. А потом уже садится. И здесь у тебя вода. Что это такое? И ещё салфетку. Ой, господи. У нас не было салфеток несколько дней. Мы чуть не погибли. Вот сегодня Лента привезла нам салфетки. Лента знает, что она нам привезла салфетки? Всё, садись, ребёночек. Вика, вот так надо чисто убрать у себя. Выкинуть мокрое, потом взять сухую салфетку, когда поешь. И всё вот так оттереть. Понятно? А это куда? А это да есть. Сейчас чай будет. А, у вас ещё чай у обоих нет, мамочки? Мне не дадут посидеть. Только сегодня сказала зрителям, что вы у меня не рисуете. Молодец. Супер. А это Данин рисунок. Семь полных лет. Диагноз ты, товарищи. Не показывай, не показывай. Ну, потом включу видео, когда у тебя готово. Хорошо, включу видео, когда у тебя готово. Как скажешь. В общем, это называется «Я практически не готовлю». Я сегодня купила килограмм картошки. Как большая. Анечка, молодец. Даня вчера съел пюре с большим удовольствием. Так, сейчас у меня будет готовиться пицца. Почему-то я утром решила, что нужно готовить пиццу и разморозила тесто. Сейчас уже я не хочу ничего готовить. Тесто. Какое тесто? 365 дней. Так. Это я спасаю укроп изо всех сил. Бе. Так. А это еще хотела пиццу промазать. В тот раз одну пиццу промазала майонезом, а другую только томатной пастой. Но ничего не помню, что получилось хорошо, что плохо. Та-да-да-дам! Та-да-да-дам! Для тех, кто делает свои дела, я отвернулся от экрана. Как-то рано нужно повернуться и заценить мою супер лайтовую пиццу. В этот раз я ее не засушила до конца. Это тесто дрожжевое, не слоеное. Все хорошо. И тут остапа понесло. Это уже вторая пицца. Это первая. Я экономлю посуду. Я не взяла ни ножик, ни ножницы. Все просто, девочки. Она стоит реально 3 копейки. Ну, нет, не 3. Ну, допустим, тесто. 4 пласта стоили где-то 100 рублей. А тут 2 пласта, то есть 50 рублей. Ну, этого всего намазано, может быть, еще на 50 рублей. Но это 100. Вот сыр дорогой, где сыр? Вот сыра, вот это даже мало. Это пол пачки. Сыр стоит где-то 200 рублей. Ну, с натягом 400 за 2 такие пиццы. То есть вот такая пицца 200 рублей. Ну, не знаю. Что-то сейчас думала дешево. Не знаю. Короче, пытаюсь экономить, потому что денег нету заказать пиццу, а пиццу хочется. А тесто я накупила заранее. Кстати, это вот колбаска вот такая вот была. Не знаю, что это за фирма. Первый раз слышу, что тут было 3 вида. Вот я взяла тот, который мне кажется, что Даня будет есть. А может, я ошибаюсь. В тот раз с колбаской он не стал пиццу, только с сосиской. Вика говорит, а как мы квартиру-то продадим с такой занавеской грязной? Я говорю, отмою, отмою. Йогурт засох, девочки, в апреле. Такая хорошая хозяйка. Если отодвинуть, то не очень видно. Плотные мои чудесные шторы, которые я вынуждена, но я и рада, купила у хозяйки квартиры. Уже вечер. Няшу накормили. Мы даем ей все, что есть овощное, фруктовое. Яблоки сейчас у нее, морковка, укроп, капуста. И ее обычная еда. Вот вчера Аня меня, хозяйка дачи, заразила домохозяйством. Я второй день пюре делаю. Вчера было одно пюре, сегодня другое. Сегодня я туда еще и курочку порезала, жареную. Домыла посуду. Ну, сейчас уже был ужин, поэтому уже новая посуда. Данька положил себе добавку, огромную тарелку. Не съел. Намыла столы. Дети занимались у меня с учи.ру. У Дани телефон отнят уже месяца два-три как. И мой телефон с программой учи.ру у них идет как праздник. И учи.ру нужно еще заработать. Зарабатывали они Вика чтением, а Даня письмом. Бедные дети зарабатывали учи.ру. Никакие другие программы я им не даю. Никакие игры. Все, что они хотят, это что-то ужасное. Вот. Сейчас покажу, что Даня делал. Очень я переживаю за его письмо, что он не хочет, отказывается на отрез. Вот. Сейчас он делал. Семь лет нам в первый класс пойдем. Ну, типа. Ну, девочки делают гораздо лучше. Ну, и вот картинки. Вот. Более-менее спокойный день. Вчерашняя поездка меня очень зарядила энергией, как ни странно. Вчера вечером ноги болели, я шагнуть не могла. Сегодня ничего, тьфу-тьфу-тьфу, не болело. Ну, чуть-чуть болело, но я вот простояла тут, две пиццы приготовила, все наубирала, намыла, еще десять раз испачкала этими пиццами. Пюре сделала, картошку я чистила. Это Тёма поел сало. Сказал, что слишком жирное. Она, наверное, слишком свежая. Вот. У нас только Вика за собой убирает, если что. Я уже жаловалась вам. Тёма отмечает, что мы очень много едим. Это правда. Я чувствую. Вот я сейчас не ела. Я ела пиццу, когда я ее приготовила. Не знаю, в семь часов, может, ела пиццу. А мне кажется, я съела очень много. Чересчур много. Завтра суббота. Сейчас я звонила в фитнес-центр по поводу бассейна и сказала им, что у нас начинается английский лагерь и что в бассейн нам будет очень трудно ходить. И когда я это говорила на ресепшене одной девушке, знаете, все ресепшенисты разные, когда я тогда это говорила, она мне такая, ну, вы там сами посмотрите, расписание, оно выложено, смотрите, актуальное расписание. А сейчас девушка мне всё помогла. Мне надо помочь. Мне нужна помощь. Короче, я говорю, мы две недели будем на английском лагере. Он не рядом, в него надо ездить. Я боюсь, что мы устанем. Говорю, посмотрите, пожалуйста, есть ли у нас возможность. Я же покупала на месяц ему восемь занятий. И у нас не получается ничего. Не стучите, пожалуйста. Нельзя стучать. Люди слышат. Даня, что ты делаешь? Даня на спортивном уголке. Вика, иди купаться, если он уже искупался. Вот. И девушка мне всё легко разрулила, посчитала. У нас осталось три занятия. Но абонемент продлили из-за манту. Не знаю, ещё из-за чего. В общем, продлили, как-то так очень удачно продлили. Мне казалось, всё давно закончилось. Оказывается, ещё аж до 13 августа. Как они так продлили? Она по компьютеру посмотрела. Ну, хорошо. Если ошиблись, я очень рада. И мы посчитали, что можно не ходить сейчас нам в будние дни, а походить нам только по субботам. Вот. В субботу английского лагеря не будет. Иначе, мне кажется, я сдохну. Английский лагерь будет с 10 до 3. А потом по понедельникам робототехника в 19. А вернулись мы тогда чуть ли не в 10 вечера. А бассейн ещё в среду понедельник вытеснила робототехника. Ещё по средам бассейн. Представьте, в понедельник перегружен, вторник только лагерь и среда перегружена. Это чересчур. Пускай будет понедельник перегружен, а дальше только до 3 часов мы заняты. Мне кажется, что мы будем приезжать из английского лагеря с полиглотиков. Вот, кстати, они тут и стоят. И, наверное, в полчетвёртого будем уже тут или в 4, наверное, Вика спать будет ложиться. Я так думаю. Как будет, не знаю. У них там и прогулка запланирована, расписание нам прислали, телеграм-канал составили. Это не реклама полиглотиков. И там горячее питание. У них написано, откуда заказывают, откуда заказывать будут. И прогулка. И давайте по порядку. Встреча детей в 10, без 15 и 10. Потом урок час. Потом прогулка час. Да. Обед. Потом обед. Час. Но он не час, ведь обед-то быстренький. Ещё урок. И ещё свободные игры на английском. Вот такая программа. Мне кажется, это крутая программа. Я уверена, что Вика ничего не поймёт. Но думаю, такое погружение полезное. Ну как, бывает же, что дети куда-то переезжают, погружаются в среду и вынуждены начнут говорить. Пускай она будет в этой среде, а я отдохну. Не дай бог, кто заболеет. Вот я повешусь точно. Я жду этого лагеря. Что говорила? Короче, разрулила расписание, позвонила. Слава богу, мне всё помогли. И мы будем только по субботам ходить в бассейн. Всех люблю, всех целую. Я ужасно выгляжу, я знаю. Но зато я отдыхаю душой и телом. Знаете, от косметики это старость, да? Я стала уставать от косметики. Я стала вечером уставать от серёжек. Как можно уставать от серёжек? Причём я так устаю, что я вот так ложусь и скорее их выдёргиваю. Тёма говорит, что происходит? Ну, это соколов, позолота. Что, плохая позолота? Я их носила раньше им сколько-то лет, года три. Почему я так стала уставать от серёжек и от косметики? Короче, вот так вот я прямо отдохнула. Видите, ничего не накрашено нигде. Вся отдохнула. съездили далеко-далеко, напрыгались, набегались и с карширингом, и с переживаниями, на чём ехать. Вы знаете, вот пока хорошая погода, можно фантазировать, что не обязательно такси, не обязательно карширинг. А когда ты выходишь реально под дождём, в месте, где нет никакого транспорта, где есть какой-то трамвай, до которого надо идти ещё пять минут, скажите, возьми зонт, Аня, да? Я не хочу брать зонт, вот честно, я не хочу, мне больно его нести. Зачем он мне нужен? Дети требовали утром зонты, но как только Вике надоест зонт, должна бы нести его я, поэтому дети были в капюшонах, не растают, не сахарные, а я без капюшона, но я никак не ожидала, что угонят нашу машинку. Когда мы заходили в процедурный кабинет, я мониторила, одним глазом говорю медсестрой процедурного кабинета, одним глазом мониторю, мониторю, машинка на месте, прямо где мы её оставили, и мы выходим из процедурного кабинета, мне кто-то звонит, я заканчиваю разговор, оп, смотрю, машинки нет. Ну что, как жить? Я вообще, я в таком шоке была, что мы под дождём, и когда дождь, то на такси тоже взлетают цены, я поняла сегодня всё. И на каршеринг поднялись цены из-за дождя, и на такси, и это ненормальные цены, 900 рублей, хотя тут ехать минут 25, ну это что такое вообще? 900 рублей, я так доехала на другой конец города. Ой, вот такой денёк. Всех люблю, всех целую. Да. Кому лень написать комментарий? Ну вот вам лень написать комментарий, поставьте лайк. Мне нужно продвигать канал. Для того, чтобы рекламодатели как-то на меня обратили внимание, кстати, скажите, вам интересно про то, как зарабатывать на Ютубе, если нельзя подключить монетизацию в России, или вам неинтересно? Напишите, мне интересно про заработок в Ютубе. Вот чтобы мне идти до того, чтобы я зарабатывала, мне нужно много подписчиков. Чтобы у меня было много подписчиков поскорее, что нужно? Чтобы Ютуб поднимал моё видео вверх в поисковике. А за что он меня будет поднимать? За то, что мои видео кому-то интересны. Вот вы посмотрели. Если вам совсем лень писать комментарий, поставьте лайк. Я вижу, у меня 30 лайков, стабильно. 30 лайков, девочки, на каждом видео. Это значит, ставят одни и те же люди. Но просмотров-то гораздо больше. Просматривают полное видео до конца. Не 30 человек, а гораздо больше. Ну, если вы такие молодцы, смотрите, вам интересно, ну, что вам стоит поставить лайк? Ставьте лайк каждое видео, и тогда у меня будет много подписчиков, и я наконец-то начну зарабатывать на Ютубе. Такое будет когда-нибудь? Надеюсь, что да. Всех люблю. И Вика Хрупкая. Особенный привет тебе, если смотришь. Ой, повеселила сегодня Вика Хрупкая. Посмотрите ее канал, ее последние несколько видео. Ой, как повеселила. Я думала, я сошла с ума. Нет, все хорошо. Валя и Герань держат интригу. Посмотрите ролики. Посмотрите ролики Вали и Герань. Что происходит? Она специально затягивает, чтобы мы тут все нервничали. Валя, что с тобой? Валя, что с работой? Как все разрулилось? Вообще-то мы тоже не железные. Давай скорее нам рассказывай, что там и как. Запустила другое видео на другую тему, а мы все нервничаем. Интригантка Валя. Я шучу. Я знаю, что, наверное, что-то происходит, и тебе не до чего. И ты запустила старое видео, которое мы никогда не смотрели. Но такое чувство, как будто интрига. А мы волнуемся. Очень сильно, между прочим. Рыдать за кадром. Да? Пока-пока. Или инженером, или программистом. Ну нажимай. Как в машине. Как в машине, Ля. А без этих батареек, когда я нажимала педаль, свет был вообще выключен. Какую педаль? А, вот эта педаль. А если я это отключить, тогда ничего работать не будет. Угу. Молодец. Как соленый огурец. Осталось подтянуть дисциплину, и вообще будет все прекрасно. Угу. Подтянешь дисциплину? Угу. Когда? Я за машиной. Когда дисциплину подтянешь? Никогда. Вот я так и чувствую, что никогда. Сказала мне, глядя на шторы на эти. А как мы квартиру продадим такими грязными шторами? Она думает, что мы будем продавать эту квартиру. Но мы же пока что не будем. то есть я должна... Он работает на датчик света, что ли? Да, это датчик света. А знаешь, для чего я эти палки... Сейчас я попробую включить свет тебе. Знаешь, для чего я... Да подожди ты с одним разберемся. Сейчас, чтобы у меня сработал свет. Нет, недостаточно зарядки. Ха-ха-ха. Мам, вот эти палки, чтобы не отсвечивал светодиод. Как мы снимем сейчас. Вот ты убери сначала. Убери. Надо объяснить. Сейчас выключен светодиод. Ну, он включен, но он слабый. А сейчас Даня направит свет на датчик света. Правильно я говорю? Угу. Светодиод включился. Не опасно, что я руками-то тут трогаю? Нет. Это ты сам придумал? Или это где-то была схема такая? Откуда ты это узнал, что надо туда светить? Так я знала, что это датчик света. Вот до тех железных штучек нельзя дотлагиваться, когда схема собрана. А когда или нет, пожалуйста, дотлагивайся. А если эти батарейки в схеме, один раз я дотлагалась, и нечаянно, и меня ударило током. Спокойной ночи, Данечка. Ночь-то сегодня настанет, нет? Данечка, спокойной ночи. Мам, посмотри. Напишите Данечке, чтобы он маму слушался. Смотри, близится утро. И ночь. Утро-ночь. 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 Ок. Короче, этот датчик света теперь по всей квартире. Он ищет темные углы и показывает Вике. Утро-ночь. Утро-ночь. Продолжение следует...